Аплодисменты Проекта соборной мечети И, соответственно, платной занимался этой темой И продолжая заниматься там много вопросов Что касается Тут есть путаница между хиджабом и платком Вчера в общественной палате Были слушаны по этому вопросу Несмотря на запрет судебный Тем не менее, я считаю, как бы впервые Государство начинает искать тоже Пути как бы решения этих вопросов Раз это вынесли такую высокую трибуну Мы в общественной палате обсуждали этот вопрос Как бы там Присутствовали представители Кремля Кто занимается внутренней политикой И были три муфтиа в Мордовии И, соответственно, адвокаты, которые вели это дело Я их тоже консультировал И в конечном итоге, несмотря на судебное решение Концовка мне не понравилась тем, что Все говорят, и в том числе Представитель Иерархии Православной церкви, которую я очень уважаю Чаплин, всегда иногда он говорит правильно Он назвал это журничеством Это решение суда Именно Чаплин назвал нужным словом К сожалению, наших муфти Не нашлось ни одного слова Вот эта инсинуация, вот этой темы Он назвал журничеством Куда точное слово еще найти Действительно, это и есть журничество И правовое, какое хотите Иногда государственные органы и суды Все говорят, когда касается какой-то глобальной проблемы Вот идите, товарищи, в суд Как бы это высокое достояние Нашей конституции, независимой России Вот я 30, не 30, 20 лет Управляю адвокатским бюро И занимаюсь различными делами Какие только процессы мы не вели Я, когда защищал мечеть мусульман в Калининграде Столкнулся Православная церковь Имеет непосредственное влияние Государственную судебную систему Соответственно, они срослись уже государством Это надо признать Наше государство, к сожалению В облике конституции Как бы построено в потребность Православной церкви Это любым людям я готов доказать Как правовед-юрист Имея некоторые даже доказательства Когда они участвовали непосредственно в политике Хотя они отделены Но потом говорят, когда пишут Ну давайте в судах решать эти вопросы Как бы судебная власть, а не независимо Так подождите Судебные решения должны вызывать уважение Государств Потому что отвергнуть государству Конечно, доверие Потому что суд должен быть независимый Беспристрастный И объективный Ну где такая судебная власть? Такой судебной власти нет Если кто-то сталкивался От уважаемых гаяр Знает часто присутствованные моих процессов Когда вы идете в апелляционную инстанцию Мост, горсуд Вот как я называю Три привокзальных бабки В мантиях Не успевает зайти в кабинет Тут же возвращает Отказать? Неправильно У них нет времени почитать Но в этих условиях Как раз таки, я думаю Есть новое явление Государственный экстремизм Надо термин развить Государство создает определенные условия В том числе я в одном интервью назвал Решение о запрете Единственной мечети в Калининграде Это основа для экстремизма Куда уйти Стотысячные мусульманские умни У которых нет Потому что кому-то говорят Иерарх балтийский уступает И говорит Да, наверное, надо иметь мечети Но только там, где компактно проживают мусульмане Хочет сказать Кюнинсберг Калининград Это якобы То есть мусульман отторгает Им хотят сказать Вы не граждане этого государства Вы не имеете никакого отношения к государству Это что такое? Что должен делать мусульманин? Вы хорошо знаете Уже предписание Корана по этому поводу Взять оружие Это слово Если мусульмане рассматривают его Я считаю себя дома Это мое государство Работаю Плачу налоги Все дело надо Взять оружие Пойти против врага Пойдем Но когда мне говорят Ты здесь никто Соответственно Моя вера Мне говорят Я должен превратить эту арену войны То есть надо это знать Это не потому что мы хотим сказать Мы иногда предостерегаем Не делайте так Нас если объединяет конституция Пусть государство Показывает демонстрировать Через суды Создать независимую судебную систему Суды должны принимать решения Обоснованное судебное решение Он всегда Человек должен принять Апелляция Касаться И так далее Вот это Теперь Что касается хиджаба Кстати говоря Речь не идет о хиджабе Там речь шла о платке Мордоне запретили платки Чтобы вы понимали Вы правильно заметили Они разницы не видите Платки в этом Даже косынички И вчера и там тоже это говорили Но как же так Когда люди Готы Различные уши Пупки прокалывают Приходят Это никого не оскорбляет А это оскорбляет Потому что отец выступал один Конечно это такой факт Но на это обосновывает Кстати говоря Еще один момент На что я обратил внимание Основные эксперты по исламу Это православные деятели Вот меня это удивляет Основные эксперты Которые выступают Критикуют Делают Это православные эксперты Соответственно Как же это получается Вы говорите о том Что в Москве есть программа Это мы знаем Стои 100 мечетей Вот уважаемые Церквей Церквей Пардон Это вообще Это в Лондоне Могут 200 Имеет Шаговая доступность А вот уважаемый Шеф Магмуд Бывший имам мечети На большой татарской Государство Иногда сторонний наблюдатель Рыгарским захватом Захватывает мечеть Он оказывается на улице Его организация Путем использования Государственных институтов Создаются аналогичные компании То же самое в 19-м году Я защищал Ректора Исламского университета Когда совет муфти В России Наш Муфти Захватывал этот институт Выкинув за ноги руки Муртазина Из Исламской А государство Об этом пишет Пресс Государство молчит Почему Есть недотроги Мы же не говорим Давайте мы будем Критиковать Там Гундяева Патриарха Мы говорим Да не надо Наш муфти тоже Был в неправовом пространстве Давайте создавать В чем он Отличается Вот вы сказали Да Ерзин создал В свое время Более Стали Прошествовала Старая мечеть На проспекте мира При Сталина Стояли Во время Да При Олимпиаде Хотели Говоря Снести Не знаю Я далеко Был отсюда И Оттояли Все Вдруг Это время К удивлению Кстати Членов комиссии Московского Именно Равиль Гайнудин Выступил Инициативой Убрать его Как культурный Объект Культурного Наследия Чтобы Последствием Его снести А я тебе Скажу Юридийскую Тонгас Я давал Запрос Получил ответ Это чистейшая Воды По-юридийски Акт Вандализма Ломать Мечеть Экскаватором Вы знаете Экскаватором Когда есть Проект Реконструкции Его Сделанный Моим Клиентом Если Пришлось Его снимать Надо было Аккуратно Каждый Кирпич Плюс До станка Какой щеткой Пылинку Сдувать Куда положить Кирпич Что написано В проекте Ну Они сказали Были Проливные Дожди Мы вынуждены Были Его сломать Вот некоторые Кукушки Уступили Сказали Вот так С окружением Уфти Поэтому Эти факты А представьте Рядовые Мусульмане Они видят Верхушка Что хочет Делает Они Политизированы Они В некотором смысле Комиссанты Комиссанты Пришли во власть Они в думе Они в совете Федерации Они везде В этих условиях Мы ищем пути Но закон К сожалению В полной мере Не соблюдается Остутствие Единообразия Применения Закона Вот вы правильно Отметили Вот Чечни Дагестане Кабарде Карачаево Черкесии Там якобы Можно Тот же платок Носить Здесь нельзя Но все Пристали к этим платкам Это что за проблема Такая При этом Когда ты Обращаешься Обращаясь Судебной системой Я довел свое дело До европейского суда По мечети Вот мне Высокопоставленный Политик Подошел И сказал Как будут выглядеть Мусульмане На фоне того Когда Европа Нам объявляет Эмбарго То все Я говорю А как это так Может в правом поле Рействуем А что лучше выходить На митинги Или что-то делать Даже Вот такое Восприятие У чиновника То есть Свои права Даже не защищает Не мы же Ратифицировали Европейский конвент Защитие прав Собой человек Честно говоря Мусульмане Поставили Крайне тяжелое положение Я понимаю Потому что Те решения Которые в последнее время Вносятся Явная активность И срастание Еще раз хочу сказать Православной церкви Государством Они получают Государству Все что надо Прошлое То что отняли Все Школу вошли Они не борются За души людей Это тяжелая задача Им лучше Сделать так В том же Калининграде Около Сколько Сколько Даже не знаю Около сотни Церквей Рядом Бауа Бани Сауны Мауны Все такое То есть комфорт Там Это место отдыха Возможно Некоторые Видят Некоторые Кстати Православные деятели Ставят пример Рядовых Мусульман Так назовем К сожалению В наше время Рядовые мусульмане Многие более аскетичны Более преданной вере Своей Чем такие религиозные Некоторые лидеры Они их ставят Пример Можем старшим Могут помогать Подвезти бесплатно куда-то Всегда подать руку Все это делают Но они Находят в таком положении Это же разве порядок Когда в государстве В своем Даже людей Приезжающих Дагестана Чечни Всегда говорят Как чужеземец Вот такое восприятие Почему-то У православных У русского человека Или у нерусского человека Сложилось мнение Это Как раз таки Разделения людей Поэтому Пора привыкать Что я могу сказать В конце 19-го века В 1897 году Была последняя Перепись И дворянство Российское 53% Только признали Себе Русскоязычными Русскоговорящими Надо понимать Российская история Она Не только русская В 4-м веке Проповедь читали На тюркском языке Поэтому Это не та Дискуссия Которая мы должны Сегодня висеть Но тем не менее Это ограниченность Восприятия Своего государства Путин весь сказал Что мы уходим От Европы Мы возвращаемся В свою историю Я например С облегчением Это принял Думал Возможно Той Старой Настоящей Истории России Что пора Отойти от сказок Всяких Временных лет Повести Всего что Сочинались Угоды кому-то Надо вернуться И понимать Эту страну Создавали все В Москву Тут татары были Татары тут защищали Находились Все время Друг против друга Обиженные Кто принимали христианство Женились на русских Все было Но тем не менее Сейчас она искажена И кому-то кажется Что Сейчас В это время Можно обижать И последнее По поводу Игиля Вы сказали Хотя это прямое отношение К нам не имеет Я хочу обратить внимание Это все таки Костяк этой армии Это армия Саддама Хусейна Это люди военные Это не просто так Люди Конечно там воюют Из Чечни Из Дагестана Ну что На Украине воюют что ли Мы радуемся здесь Отправляем туда добровольцев Открываем границы Мы говорим Вот наши люди Воюют И с этой стороны И с той стороны А что хорошего В этом Ничего хорошего Поэтому Это уже созданные Это наследники Той же Америки Они убивали Курбан Байрам Наказали И убили Саддама Хусейна Под предлогом И соответственно Его армия В конечном итоге Не знаю Православные убивают Друг друга Славяне убивают Друг друга Что Мы должны теперь Подключиться Мы можем выйти Аль-Джазиру Там сказать Вот смотрите Какие они Это разве путь Нельзя так говорить В традиции Российской империи Было когда Царь требовал Привезти голову Хана Казаха Отрезок Привезти И привозили ему Поэтому Лучше эти вопросы Затрагивать Это было в любом народе Голову отрезали Привозили Не мусульмане Это придумали У меня пока все Субтитры сделал DimaTorzok